начинается смотрите ворон пишет ух какой какой смысл косточку поращивать из косточки вырастет дичок при точке жир дела из косточки приговариваю разве только для подвоя не только надо будет пока для подвоя у нас в Волгограде абрикос обычно плодовое дерево его много растет кандичок во многих дворах садить 9 многоэтажек как правило их плоды пищи не употребляют потому что по деревьям много опавших нет не употребляют потому по деревьям много опавших плодов а после дождей так или иначе кто-то наступил косточки окажутся в земле и по весне эти косточки будут благопоросы а зима у нас могут быть холодными до минус 30 и ниже так что холодильник и морозилка для прикоса детская шаоса в общем он приговорил в данном случае я вам показал что из косточки получились прекрасное дерево очень выраженное дерево то что вы видели баскирии тот же уровень что это как видите макаров это подмосковье мезинов это брянск еще несколько десятков таких только память не позволяет все запомнить а вот абрикос он почему-то считает что вырастет этот дичок из моих уже много примеров когда дефект не вырастал а здесь дичок жандела пусть в Волгограде пусть во дворах растет вот это пока был пример с этого самого далее востока огромные деревья святуюсь невероятно тоже прямо посреди многоэтажек красоты неблагодарных никто ни одно не съел если невозможно она настолько непустая что даже не берут для переработки понимаете вот ну и я тогда отвечал мне же надо было отвечать на вот это практически это обвинение хм какой смысл . поращивать это мой адрес ну пусть без оскорбления но все равно а я люблю такие письма они дают возможность мне рассказать то чего еще как еще с какой-то стороны я пишу похоже вы отстали от жизни здесь словами я вас убеждать не буду на своих вебинарах и фильмах снятых в моем саду и в садах учеников телевидением и мной десятки корнесобственных абрикосов и никаких дичков до встречи на моем вебинаре в понедельник вот ну мне пришлось еще что смотрите сейчас внимание я долго не могу потому что испорчу вебинар секунда вот еще персики наливаются тоже деревьям 3 года сама вырастила из косточек все дальше показывать его вы уже догадались все это учить чья-то ученица да а вот ученый сад еще раз кстати с абрикосов на таких примеров десятки уже не из моего сада моего самоса докладчик его директора посмотрите сеансы размером еще раз вот такого размера и не длиннее помню по 30 рублей два или три десятка его продам они выросли 28-42 килограмма из дерева молодые деревья а плодины не хотят все вы и заметьте все косточки были с одного дерева ну и дальше уже это другая тема и так что мы с вами увидели мы с вами увидели что наверно этот товарищ совсем прав но это была дискуссия кто-то поверит мне кто-то поверить его вспомним исакову которая написала что с интернета прямо в классическую фразу что из косточек амбрикоса вырастает дички и жердевы а так она добавила себя следующую фразу она же не выращивала это зачем это надо она знаешь что ничего порезает а следующая была фраза что нас из железа занимается ложью и мошенничество поняли да значит что получается опять нас мало и вот еще один пример интересный я не в каком-то фильме рассказывал но не все же видели приезжает молодой палец из новосибирска сразу говорит у меня нет ни копейки но я приехал за за абрикосовыми костиками а у меня в то время то еще было другое время где сейчас возьму потом я почесал затылок и возле администрации небольшая рощица абрикоса тех самых не съедобных совершенно то есть согласитесь что люди идут мимо лежат ковровы абрикосы мы что-то и надевался пробовал плюнул вот выводимся и прошел дальше он их набрал 1600 он потом в дороге позвонился удовольствие это дома у меня поселились я попили и отвез его показал буду захотеть и усвистал вот но все-таки мне позвонил и сказал я набрал 3600 косточек что будет потом значит это он хотел превратить это бизнес что можно сделать с 1600 косточек которые совершенно дикие несъедобные и не годятся даже переработку на компот и соки варенье джембы не годятся именно такие оказались возле администрации 20 метров от этого от дома от этого здания и видели некоторые из вас видели этот фильм я показываю я сидел в машине было холодно и снимал через стекло это творчество теперь давайте подумаем как получилось что все задело как могло получиться что вот этот самый ваулю почему у меня получились все лучше еще раз у него еще есть рефератом еще покрасивая только я как умудрился не найти вот это все а потому что у них обречена успех сказать почему потому что у них есть папой а папа культурная вот он добился успеха хорошего успеха он на коне у тебя ограничил этими сенсами с непривотых деревья это его право это его как быть его колея вот идет в том направлении а сворачивать сторону прервать не хочет и не надо а что возьму вот этот парень я хотела семечек вырастить шелковицы а вот выращивали но там десяток абрикосов а кто бы их опылил они друг друга опылили у них был приличный урожай а культурная где так теперь возвращаешься опять жалко эту она так выглядит не убедительно это наша любимая ольга исакова выпускница тимирязевки злая как по отношению к нам потому что ее пытались отговорить от говорите ну нельзя же дерево так калечить любое умирающее дерево любое умирающее дерево она говорит так сейчас штаб делаем и то есть она умирает человек жалуется нижние ветки отрезают а сверху чашу делают и она живет вот и когда она попала в это глупое положение до образа юрий васильевич вот ты что закончил сельхослужг вот глупое положение попало да а теперь что получается зачем было ей вот все что наоборот вот железу продает косточку по 1000 рублей зачем было это писать правильно чтобы у меня не заказать ко мне не напугать людей раз потом вот это вот несмешанный сад чистый чистый вот эти 1600 косточек вот растут дикари а про мой именно она не прокляла как бы сказать приговорила мой сад названную смешанным а именно в смешанном саду то и вырастают жердели вот а то что она то умозрительно а здесь то докладчик то представляете мичуринский он докладывал он его директор института агроэкологии но после этого то можно было просто отказаться посыпать пеплом свои эти свои красивую голову вот ну как-то сгладить как сказать ну не права я не думала что это не только только потому что косточки они косточки и сеянцы это не привитые только поэтому не должны стать дикарями ну ошибалась я нет а ведь это же не просто это укается как а вы валерий константинович у вас мало просмотров а вот у тех помните те выше которые сдуру учили были сажать деревья вот помните да вилами протыкать они так пример привела что а вот они то видите какие у них много просмотров и это разве козы что у глупости много просмотров видите как я так хочу чтобы она изменила сомнения есть хотя бы пример такой следующий раз когда кто-то напишет ой корова у меня опять листья у той же груши опять вянут чернеет посмотрите встаньте на колени посмотрите раскопайте там причина нет у меня увидите ли чашу надо сделать вырезать вот таким образом и что а снизу окажется полно веток которое дерево из-за которого полеет их надо отрезать вот так вот а я взял сообщники вот самого на меня это авторитет он повторил мою технологию вот технология это простая ничего не делать вот так вот ребята